Всем известно, что в Турции полицейские периодически приходят с проверкой к иностранцам. Но если кто не знает о такой практике, то сегодня мы подробно ответим эту тему. Для чего полиция себя так утруждает и что будет, если вас не обнаружат дома? Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! По законам Турции, каждый гражданин, проживающий на ее территории, должен быть зарегистрирован по определенному адресу и жить обязан именно по этому адресу. Это касается как граждан Турции, так и иностранцев. Сделано это было в свое время в рамках борьбы с терроризмом, чтобы любого человека можно было с легкостью найти в Турции при такой необходимости. И соответствие адреса прописки и фактического проживания как раз и является целью проверки полиции. А что же будет, если вдруг полиция пришла с проверкой, а вас там нет? Ведь заранее такой проверки вы не узнаете. А иначе какой смысл такой проверки? Если вдруг вы иностранец, и ваш ВНЖ выдан по конкретному адресу, и в день, когда пришла полиция с проверкой, вас не было дома, то полицейские спросят сначала у соседей, ну типа проживает здесь такой-то или такая-то, может показать фото, или если есть охрана, то задаст эти вопросы охране. Если опрошенные подтвердят, что да, они здесь живут, мы их постоянно видим, то все ок, проверку вы прошли, хотя могли даже и не знать об этом. Поэтому знакомьтесь с соседями, здоровайтесь с ними, желайте доброго дня, так же и с охраной вашего дома. Вам нужно, чтобы вас тут знали соседи, и чем больше соседей вас знают, тем лучше. Вы должны примелькаться прям всем. Порой бывает, что может поступить звонок от полиции на ваш мобильник, где полицейский на турецком спросит у вас, живете ли вы по этому адресу, и попросит назвать вас этот адрес прописки, и не выйдет с проверкой на адрес. Это прям вот лайт какая-то проверка. У нас, кстати, было так у приятелей, которым позвонили на телефон. Самое сложное в этом будет именно общение на турецком. Попробуйте перейти на английский, возможно, полицейский знает его. Если же вы куда-то едете, ну, там, допустим, на несколько дней, например, на отдых, то предупреждайте об этом охрану, ну, если таковое имеется, чтобы они знали о возможной проверке полицейскими, и даже можете оставить им копию своих кимликов. Это не опасно, все равно с вашими копиями кимликов они ничего на территории Турции они сделать не смогут. Ну, то есть на них ничего не оформить, там, типа, кредитов каких-то или еще чего-нибудь. А если так вдруг случилось, что никто вас не узнал по фото, которое показали полицейские, ну, или просто полицейский обратился к соседям, которые вас не видели, то полиция в этом случае сообщает в миграционную службу, что, мол, не обнаружили вас по месту прописки. Тогда миграционная служба, в свою очередь, вышлет на ваш адрес по почте уведомление о необходимости явиться к ним. Если вы обнаруживаете своей почте или по дверью такое письмо, то незамедлительно езжайте в ГЕЧ, показывайте это письмо, что будет означать, что все-таки вы проживаете по этому адресу, и просто полицейский не застав вас дома. В этом случае стоит ожидать повторной такой проверки полицейскими. Стоит сказать, что чаще всего полиция выходит на такие проверки именно поздно вечером, чаще даже в 11 или даже в 12 ночи. А что же будет, если вы прописаны по одному адресу ВНЖ, а фактически проживаете по совершенно другому адресу? А вот здесь вот уже возникает огромный риск лишиться своего ВНЖ. Расскажи почему. Ну, как почему? Так как полиция вас не обнаружит дома, в любом случае, миграционная служба вышлет вам письмо на почту, а вы об этом не узнаете, поэтому и не явитесь в ГЕЧ. В таком случае ваш ВНЖ будет аннулирован, о чем придет смс на телефон или на электронную почту. Ведь эти данные есть у них в системе, из вашей анкеты, которую вы подали онлайн при заявке на ВНЖ. Миграционное управление мыслит в рамках закона. Если указан в ВНЖ определенный адрес, значит и жить вы должны именно по этому адресу. Поэтому, если вы решились на такую махинацию с адресами, то по адресу прописки обязательно должен быть кто-то, кто сможет вам передать письмо из ГЕЧ. То есть от ГЕЧ. А вообще, идея прописаться по одному адресу, а жить по другому весьма и весьма неудачная. Так как самые частые причины аннулирования ВНЖ именно по причине несоответствия адресов. И случаев таких немало. А в каких же случаях бывает так, что прописка одна, а человек проживает по другому адресу? Что это вот за случаи такие? Скажи, пожалуйста. Но это бывает в таких случаях, когда человек, например, поселился у своих знакомых за бесплатно в квартире, в которой они сами живут. И по этой квартире ВНЖ уже не получить. Ну, по разным причинам. А адрес прописки он просто купил в каком-нибудь конторе, которая... Ну, занимается такими делами, да? Да, их здесь немало. Или, например, он делал ВНЖ по поручительству, а потом куда-то переехал, а прописку не сменил там по любой причине. Ну, забыл и подумал, что это не важно. Да. Или он, допустим, поселился в хостеле, а прописку купил. Ну, в общем, в тех случаях, когда не была арендована квартира по всем правилам, подходящим под ВНЖ. И наш совет. Не пытайтесь обмануть систему. В какой-то момент вас поймают. И закончится это аннулированием ВНЖ. И все ваши труды и переживания по получению этой пластиковой карточки будут напрасны. Это жеклот! Это жеклот! Я тоже уже хочу жеклот! Пока подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы, предложения пишите под видео в комментариях, а также на почту указанную там же под видео. И там же по видео вы найдете наш сайт, куда всегда можно обратиться с просьбой найти вам квартиру в аренду или для покупки, а также попросить сопровождение ВНЖ и консультации по вопросам ВНЖ. И если есть желание, вы всегда можете поддержать наш канал, использовав функцию суперспасибо. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!